Змеи 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 Всего науке известно более 3000 видов змей, самых разнообразных цветовых сочетаний и оттенков, гигантов, достигающих длину 12 метров и совсем крошечных, живущих на всех континентах, кроме Антарктиды. В этом фильме мы расскажем о некоторых редких видах змей, обитающих на юге Украины и занесенных в Красную книгу. Мы дадим реальную информацию об этих существах, поскольку недостаточные и ошибочные знания являются одной из причин того, что многие виды змей находятся на грани исчезновения. Юг Украины почти полностью освоен человеком. Небольшие уголки дикой природы сохранились главным образом в заповедниках, а также кое-где по берегам рек, озер и лиманов. Именно здесь и можно встретить одного из героев нашего фильма — Сарматского полоза или полоза-паласа, названного в честь учёного, который сделал его научное описание. Редактор субтитров А.Семкин Это одна из самых красивых змей нашей фауны. Четырёхполосый полоз, по новой классификации он называется иначе — поласов полоз. Великолепная змея, не ядовитая, не стоит его опасаться. Змея очень элегантная, можно сказать, интеллигентная, у неё такой вот характер. Только что пойманная змея сразу становится ручной буквально через несколько минут при правильном обращении. Любит ласку, как и все живые твари. И если её легонько держать в руках, не жать, не пугать, то она сразу становится ручной. Может укусить, но кусается крайне неохотно. Это уже если раздразнить животное. Сарматский или поласов полоз — одна из крупнейших европейских змей, достигающая в длину полутора и более метров. В Украине населяет лесостепную и степную зоны, но встречается и в горах. Из зимней спячки этот полос, как, впрочем, и другие виды змей, выходит уже в апреле. Змея довольно подвижная, умеет быстро ползать, плавает и хорошо лазает по деревьям. Питается главным образом ящерицами, мышевидными грызунами, иногда мелкими птицами. Жертву хватает своими маленькими, но острыми зубами и душит кольцами тело, как это делают удавы. Кости черепа подвижны относительно друг друга, что позволяет змее заглатывать довольно крупную добычу. Иногда селится в садах, виноградниках, на огородах и даже под человеческим жильем, где охотятся на мышей и крыс, оказывая тем самым человеку неоценимую услугу. Однако люди, увидев возле своего дома крупную змею, как правило, ее убивают. В середине лета самки откладывают в расщелинах скал или под корягами яйца, которые охраняют, свернувшись вокруг кладки. Численность сарматского полоза повсеместно сокращается. Главные причины этого — освоение человеком мест их обитания и непосредственное уничтожение змей людьми. Чтобы встретиться с нашим следующим героем, мы приехали на Кинбургский полуостров, одну из жемчужин украинского побережья. Кинбургский полуостров В Украине обитает два вида ядовитых змей. Это обыкновенная гадюка Виппера Берус и степная гадюка Виппера Урсини, которая как раз и населяет южные области нашей страны. Вот это прекраснейшая змея. Она небольшого размера. Средняя длина тела таких змей составляет порядка 45 сантиметров. Экземпляры свыше 60 сантиметров встречаются довольно редко. Змея редкая. Обитает она на песчаных, полупесчаных, полупустынных таких ландшафтах. Населяет степи с песчаными почвами. Питается она в основном насекомыми, ящерицами. Здесь, где мы находимся, это, можно сказать, жемчужина украинской природы, Кенбургская коса. В 1992 году здесь был организован региональный ландшафтный парк. Охраняемое место. И действительно здесь очень красиво, здесь уникальная природа. Это место обитания как бы мека степной гадюки. Степных гадюк здесь очень много. Их фоновая пища – это разноцветная ящурка, аремия саргута, которая обитает здесь в изобилии. Несмотря на то, что степная гадюка – змея ядовитая, большой опасности для человека она не представляет, так как при встрече старается скрыться, а укусить может только в том случае, если кто-то попытается схватить или наступить на змею. Достоверные случаи гибели людей, укушенных гадюкой, неизвестны. Однако укус ее, например, в лицо, может иметь серьезные последствия. У степной гадюки много естественных врагов. Это хищные птицы, вороны, аисты, лисицы, ежи и другие. Однако главная причина сокращения численности вида – это освоение человеком мест обитания и непосредственное уничтожение змей. Очередного героя нашего фильма мы застали врасплох. Змея схватила свою излюбленную добычу – зеленую ящерицу. Желтобрюхий полос – редкая краснокнижная змея. Эта змея известна тем, что она является самой крупной змеей Европы. Рекордные экземпляры, достоверно известные, достигали 2 метров 6 сантиметров. По слухам, есть змей еще больше, но не всегда можно верить слухам. За свой свирепый нрав желтобрюхие полоза в Украине в древности получили прозвище «злые ужи». Они являются героями многих легенд, большинство из которых чистейший вымысел. Но, тем не менее, это действительно очень агрессивное, очень мужественное животное. Это змея-воин. При встрече с человеком эта змея редко пытается убегать, особенно крупные экземпляры. Они бросаются в атаку. Но бояться его особо не стоит, поскольку змея не ядовита и, хотя может нанести какие-то раны, но они не являются опасными. Во время охоты и защищаясь от врагов, желтобрюхий полоз полагается на свое великолепное зрение, быструю реакцию и высокую скорость передвижения. Охотясь, он энергично отыскивает и преследует добычу, может извлекать найденную жертву из норы. В рационе желтобрюхого полоза преобладают ящерицы и мышевидные грузуны, реже мелкие птицы, насекомые и даже лягушки. Застегнутый врасплох, полоз нередко сам бросается в атаку, с громким пугающим противника шипением и широко разенув пасть. Говорят, что агрессивное поведение желтобрюхого полоза может обратить в бегство даже такое крупное животное, как лошадь. Врагами желтобрюхого полоза являются крупные хищные птицы и некоторые животные, такие как лисы, хорьки и куницы. Однако этот обитатель равнинных территорий страдает прежде всего от распашки степных земель, выпаса скота. Много змей погибает под колесами автомобиля и просто от рук людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в Николаевской области, река Южный Бук. Это Мегейский каньон. Место совершенно уникальное, потрясающее по своей красоте и природной ценности. Настоящее сокровище Украины. В 1994 году здесь был организован региональный ландшафтный парк. И эти территории вошли в его состав. А с 2009 года учрежден уже национальный парк. Территория охраняемая и не зря, поскольку здесь обитает множество эндемичных видов растений, очень богатая флора и очень богатая интересная фауна. Здесь есть река, есть байрачный лес, есть скалы, выходы, гранитные выходы. Здесь выходит украинский кристаллический щит на поверхность. Одно из мест его выхода. И вот такой сложный рельеф создает не просто привлекательный, красивый ландшафт, но создает прекрасные условия для обитания многих видов животных. И прежде всего змей. Четыре вида змей обитают в Мегейском каньоне. Водяной и обыкновенной Ужи, а также желтобрюхий полос и наиболее редкая змея – это Эскулапов полос. Эскулапов полос, пожалуй, одна из самых знаменитых змей нашей планеты. Именно она изображена на хорошо известной эмблеме медицины. А свое название Эскулапов полос получил, согласно легенде, за то, что помогал древнегреческому целителю Эскулапу врачевать. Охотится полос на мышевидных грызунов и ящериц, которых здесь, на Южном Буге, довольно много. Змея не ядовита. Добычу активно преследует или подстерегает в засаде. В июне или июле самки откладывают яйца в расщиренный скал, подкоряги или камни. Яйца приклеиваются к боковой стенке, поэтому даже сильный ливень не может затопить их. Своё второе название «Лесная змея» этот полос получил за то, что прекрасно лазает по деревьям. Иногда в дуплах откладывает яйца. Субтитры создавал DimaTorzok «Настоящий аристократ в мире змей». И внешность его, и его поведение очень аристократичны. Красивая змея, оливкового цвета, с нежно-лимонным брюшком. Змея абсолютно не агрессивна. Будучи пойманной, уже через минуту она становится ручной. И, конечно, обратите внимание на голову эскулапового полоза, сколько граций, сколько элегантности в этом прекрасном животном. Основные причины сокращения численности – те же, что и у других видов змей. Освоение человеком мест их обитания и уничтожение людьми. Когда-то в Украине к змеям люди относились по-другому. Наши предки хорошо знали и уважали этих рептилий. Ценили и ту пользу, которую они приносили людям. Мы надеемся, что этот фильм изменит отношение людей к этим удивительным созданиям. И хоть чуть-чуть поможет им выжить. Субтитры создавал DimaTorzok